МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас рады приветствовать на нашей телепрограмме «Третьим будешь». И мы сегодня будем готовиться к Новому году в стиле 80-х. Ретро-стиле. Да, мы готовим сегодня цыпленка, табака. Лечо. Лечо. Сладкую колбаску кондитерскую и жульен. И жульен. Первым делом мы поставим лечо с томатным соком. Я не буду делать его с помидорами. Ну, я хочу сказать, что зимой помидоры не очень-то вкусные. А сок? Сок это то, что нам надо. Сок это то, что выросло летом, то, что приготовили. И, в общем-то, удобно использовать. Итак, лучок полукольцами. Паприку я режу такими тонкими полосками, да? Да. Сюда идет где-то 700 грамм лука и где-то килограмм перца. Вот я сейчас сразу же засыпаю все это туда. А на масле не будешь ты это обжаривать? Масло будет потом. Мы сначала туда забрасываем овощи. Это самый простой способ леча. В Венгрии его готовят, насколько я знаю, немножко по-другому. Не так, как мы представляем себе. Абсолютно верно. Мы его сделаем более простым способом, как я и сказал. Что характерно, что в советские годы, а у нас сегодня стили 80-х, в казачьи советские годы было такое лечо, называлось оно в банках таких глобусов. Да, да, да. Все помнят еще тогда. Да, и поэтому мы все считаем, да, люди советского периода, что лечо – это такая заготовка на зиму, хотя это горячее блюдо, да, гарнир. Вообще в Германии его подаются с ясочками, с копченостями. Это хороший гарнир. Кстати говоря, в Венгрии еще делают таким образом. Они много туда добавляют размешанные яйца. Да ты что, впервые слышу. Заливают в лечо и много-много хлеба, белого хлеба. И это так вкусно. Я один раз ел. Я помню, как наши родители готовили все из тех продуктов. Которые можно было достать, да? Которые можно было достать. А то, что мы сегодня будем готовить, это было как раз, подавалось на новогодний стол, овощи всегда были, курицу можно было... Ну, худо-бедно, но можно было купить. Кто-то из деревни привезет, села. Колбасы были. Колбасы были. Шпроты были. Шпроты были. Что еще было? Кальмары были. Был телевизор, который переключался с плоском. Да, я помню. Помнишь, да? Три канала. И шел огонек. Сначала он начинался с Лебединого озера. Наше правительство. Наше правительство хотело сначала выпить, закусить, пока это все закусывалось. Ну да, это же все в прямом эфире. Но при этом там всегда показывали операторов. Добрый день. Да. Мы уже здоровались, нет? Сегодня нет. Нет. Сегодня еще нет. Очень жаль. Мы забыли поприветствовать нашего оператора, потому что мы привлеклись этим процессом. Да. Лечо делается очень быстро. У тебя уже что-то готово. Я это беру прямо руками. И прямо раз. Что ты туда еще добавляешь? Я начну еще, помогу тебе. В лечо у нас пойдет еще масло. Слип, подсолочное. Потом лично это столько, наверное, это сколько? Это где-то стакан, да? Туда пойдет томатный сок. И специи, да? Сок, перец, специи нет. А уксус? И уксус. Уксус пойдет сам в конце. Нарезаем это все дело. А какое у тебя самое такое твое воспоминание о Новом Годе? Баня. Самое баня? То есть вы по традиции ходите в баню? Вообще страна начала ходить после такого шикарного фильма Эльдара Рязанова. Все стали традиции добавляться в фильм. То есть это для вас традиции настоящие? Я так понимаю, ты в 80-е годы слабо помнишь. Начало, да. А вот середину и конец очень даже хорошо помню. Но для меня Новый Год все-таки немножко другое. Само ожидание праздника. Вот это для меня Новый Год. Елка. Елка, да. Вот у вас есть апельсины, шампанское. И, кстати говоря, елочные базары, да? Где продавались? Елки. Не только елки. Еще хлопушки. Снайпер. Все готово для лечи. Нужно, наверное, включить. Прежде чем включить, мы нальем сок. Литр томатного сока. Заливаем его. Дальше идет у нас подсолнечное масло. Где-то миллилитров 200 в стакан, можно сказать. Многовато на мой вкус. На самом деле это так и надо. Теперь, естественно, перец. Потом это все я размешаю. Должно быть довольно-таки острым. Да. И соль. Но соль, так как томатный сок, очевидно, уже присоленный. Соль мы ее аккуратненько так. Раз. Все. Его нужно перемешать. Он слишком соленый получается. Можно сладкого добавить немножко. Сахар? Точно. Обязательно. Где-то грамм 100-150. Ну, я добавлю 100. Перцы сладкие. Я думаю... И сахар сладкий. И сахар сладкий, да. Подобное к подобному. Логика железная. Логика железная. Так. Итак, я давай заберу сахар. Перемешиваем. Очень красиво. Очень. А вы знаете, какой овощ самый сладкий? Думаете, папка? Помидор? Чеснок. Чеснок. Чеснок самый сладкий? Из-за эфирных масел это незаметно. В нем больше всего сахара. Поэтому диабетикам с чесноком осторожно. Ух ты, не знала. Будем знать. Да, интересно. Все. И мы его ставим на огонь. Но не забывай, что мне тоже нужна будет плита, потому что я буду делать кондитерскую нашу колбаску. Так, пошло. Возьму сотейник и буду растапливать масло. Накрываем крышкой. И забываем о нем. И где-то минут на 25. Я тогда возьму масло и растаплю его. Я начну готовить цыпленка табака. Что ты будешь с ним делать? Надо ему убрать попку, убрать ему шею. Пластическая операция. Да, практически пластическая операция, точно. Либо красота не имеет. Главное, что вкусно. Вот эта часть, она нам не нужна. Его красота нас мало интересует. Главное, чтобы вкусно было. Цыпленка нужно разрезать. По грудке, да? По грудке, да. Желательно не дорезать до спины. Потому что спина нам нужна. А я вот посмотри, для кондитерской колбаски хочу измельчить печенье. Курочку мы переворачиваем и немножечко придавливаем. Слегка. Мне нужна еще пленка. Давайте я помогу. Мы сюда ее прямо одеваем, чтобы не было брызг. Для этого берется пленочка. И будем издеваться над ним. Надо немножечко его закорбить, не добивать. Просто перебить ему кости. Некрасиво сказал, но... Ну, это же так и есть. Все. Готово? Ему достаточно, да. Нам нужно разогреть. Сковорода должна быть с толстым дном. С толстым дном. С толстым дном. И в сковороду нужно обязательно добавить сливочное масло. Вот сливочное масло. А я, кстати, свое сливочное масло сняла с плиты. И дам ему немножко остыть. Это будет связующим веществом нашей кондитерской колбаски. У меня, кстати, такой смешной случай был. Бабуля моя очень часто готовила эту колбаску на всякие там торжества. Ну, в частности, на Новый год. И пришли какие-то новые знакомые. Наступило время десерта, и бабушка поставила на стол Наполеон. И вот эти вот кондитерскую вот эту колбасу нарезала красиво. Они едят Наполеон, они едят эклеры, но почему-то не притрагиваются к колбасе. Бабушка уже начала переживать. Может, невкусно, может, что-то вот они там заметили. А кто ж с тортом-то колбасу ест? То есть они подумали, что это настоящая колбаса. То есть или московская, да, или вот... О, начинают уже... Пускай растопятся до конца. Цыплёночка пока специями, с солью. Быстренько его. А я хочу, кстати, предложить цыплёнку очень-очень вкусный кавказский соус. Всё-таки цыплёнок табака – это как ни крути кавказское блюдо. Конечно. Да. Этот соус, кстати, тоже придумала моя мама. Вообще цыплёнок табака – тапака. Тапака, да. Потому что тапак – это есть сковородка, как колбаска, но она ребристая. То есть как гриль. К ней идёт, да, к ней идёт ещё пред. Но мы будем готовить дедовский вкус. То есть? Сейчас покажу. Значит, соль, специи. Специи здесь могут быть узкой сунели. Хмели, сунели, да. Хмели, сунели. И с двух сторон. Да. Соль и перец. Я добавляю сгущёнку, какао. Будет сладко. Да. И сливочное масло. Если знать, что дети не будут пробовать эту колбаску, да, можно добавить туда что-нибудь алкогольное. Ром. Варс. Теперь у нас уже готово для того, чтобы мы её поместили в сковороду. Так. И теперь пришло время сказать о прессе. Колбаска в морозилке. Курочку ждём. Она ещё минут пять ещё в сковородке. Соус. Соус. Что мне нужно для этого? Я готов помочь. Можешь нарезать пазилик. Пазилик? Да. У нас он назывался рейхан. Ага. Его нужны только листья? Только листья нужны. Только листья. Тогда я набрала. Берём самый дешёвый кетчуп, который можно купить. У нас тогда это была паста томатная краснодарская, если помнишь, да? Краснодарский. Или соус, да? Мы добавляли в него чеснок, немножко зелень. Наверное, мы и делали такой соус. Да, 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 да. Нужны все листики, да? Ну, можешь ещё немножко оторвать, и будет достаточно. Вообще неотъемлемый компонент кавказской кухни. Достаточно этого или ещё можно? Нет, нет, достаточно. Достаточно. Просто порезать мелко, да? Да, ну, не в пыль, но... Не в пыль? Да, довольно-таки мелко. Я ещё туда добавлю чесночок обязательно. Обязательно хмели-сунели и аджика, которую, кстати, приготовила моя мама. Олечо. Не забыл ли ты про наш Олечо? Нет, нет. Всё работает, всё двигается. Варится? Всё варится. Красота. Да, пускай готовится, да. Так. Так, зелень готова. Почти. Ну, моя, по крайней мере. Я сгружаю всё это дело в соус. Достаточно или ещё нет? Да, вполне. Мне ещё потребуется несколько зубочков чеснока. Вот прям выдавливаю. Бросай. Ок. Всё, есть. Есть, всё, да. Слышишь? Есть. Сейчас мы соус заправим. Вот вкусно-вкусно. А с цыплёнком вообще потрясающе. А сейчас знаешь, что я сделаю? Цыплёнок почти готов. Я его немножечко... Приправлю чесночком. Приправлю чесночком, да. А вот не нужно ни луксуса. Ничего к нему не надо. То есть такое всё натуральное. Он натуральный. Поострее любишь или... Я люблю поострее, да. Ну, не настолько, что поострее, как это любят в Грузии. А что ты сыплала? А Саша любит. Это аджика. Какая красота. Ой, и тут не хуже. А тут ароматы пошли, да? Да, кстати, я хочу ещё добавить хмели-сунели. Это тоже очень важный компонент. Теперь мы чуть-чуть делаем огонёк побольше. И опять возгружаем на него нашу пирамиду. Тебе не кажется, что нужно больше огонь сделать? Нет-нет, нормально. В самом конце я дам ему чуть-чуть, чтобы была немножечко хрустящая корочка. Всё. Я хочу, чтобы ты попробовал соус. Девушечка. Ну как? Офигеть. Классно? Класс. Очень вкусно. Такой кавказский даже. То есть я переострила его, ты хочешь сказать? Шампанского. Кстати, советское шампанское. Ещё один атрибут. Это, да, неизменный атрибут. Не каждый, да. От этого соуса просто захватывает дух. Ты представляешь, от моего соуса захватывает дух. Саша, у тебя, хотя ты его пока ещё не пробовал. Ну, Стас такой выразительный. Ха-ха-ха. Так, почти готово. И мы добавляем сюда... Уксус. Уксус. Полторы ложки уксуса. Мне нужна ложечка. Да, пожалуйста. Спасибо. Так. Раз и пол ложечки. Всё. И я его перемешал. Всё, сейчас я его попробую. Секундочку. Обалдеть. Поверю тебе на слово. Всё. Да. Я её убираю. Уксус нам не нужен. Теперь мы займёмся... Жульеном. Жульеном. Что такое жульен? А что такое жульен? А жульен это порезанные, оказывается, не просто, это не блюда французской кухни. А жульен, на самом деле, это мелко порезанные... Молодые овощи, совершенно справедливо. Абсолютно верно. Когда-то я был 15-летним начинающим любителем фотографии. Меня пригласили фотографировать свадьбу. Готовилось всё в шалашах, это в селе, в украинском селе. Можете себе представить... То есть на улице не помещение шалашит? Там уже коптилось на вертеле поросёнок. Там уже готовились такие ясства просто сумасшедшие. Кстати говоря, это было под Новый год. Это было 24 декабря, как сейчас помню. То есть это было на Рождество католическое? Рождество и готовили салат шубу. И как они не знали даже, что они готовили жульен. Я тогда впервые в жизни попробовал это блюдо. Те хозяйки, которые готовили, они готовили именно так, как я потом попробовал, буквально спустя 10 лет. Буквально спустя 10 лет? Ну совсем немножко времени прошло. Всего-то 10 лет. Да, тогда жульен, ну что жульен, это было такое блюдо. Получается для тебя жульен, это вкус детства. Вкус детства, да. Ну как детства? Отрочество. Отрочество, да. 15 лет мне было. И там я должен сказать, я согрешил даже. В том плане, что я съел салат шубу, который был приготовлен для молодоженов. Тогда это был новомодный салат. Этот салат же сейчас. Наряду с салатом оливье подается салат шубы. Селедка под шубой. Я не знал, что оказалось. Невеста осталась без шубы? Да. Ах, вот оно что! Знаешь, они приходят, там была всего одна тарелочка, мне дали попробовать, но я-то не знал, что попробовать. А тебе так понятно, что ты слопался? Ты не распробовал. Так, я тебе должен помочь. Да, пожалуйста. Я думаю, ветчину надо тоже нарезать мелко, да? Ну, ты мне скажи, они хотя бы молодожены и родственники были довольны фотографиями? Ну, они, конечно, разозлились на меня. Фотографиями я не знаю, сколько были довольны. По тем временам это была черно-белая фотография. Ну, это же как раз и было искусно, не то, что сейчас взял накладку. Стас почувствовал себя молью, он съел шубу. Да. Все, так, мы его обжариваем на сковороде, да? Так, я, наверное, цыпленка уже готов. Цыпленочек наш. Такой загорелый? Да, он загорелый. Чуть-чуть пригорелый, но это цыпленок-табака, это его весь... Это в этом весь смак. Весь смак, да. Так, здесь у нас все готово. Я убираю. Ты можешь мне найти какую-нибудь сковородку. Саша, спасибо, дорогой. Сегодня просто, мы без него, как без рук. Да, без рук. Так. Кстати, да. Где у нас... Поджигай. А почему? На сильном огне, как ты считаешь? Или все-таки поменьше, да? Нет, я не думаю, что огонь должен быть сильным. Нормальным. Да. Так, нам нужно... Нам нужно растительное масло, да? Или растительное масло. Есть оливковое. Оливковое, шикарно. Значит, оливковое масло. Немножечко Италии добавим к советскому салату жульен. Это разве салат? Это запеченная салатка. Это запеченная. Мне всегда казалось, что жульен – это горячий салат. Жульен – горячий салат. Ну, там же еще сливочный горячий соус, расплавленный сыр. Ну, не знаю. Как по мне, так это вообще горячее блюдо. Я бы на твоем месте чуть-чуть еще... Ничего-ничего, она греется вместе с грибами, да. Тогда мы ее немножечко увеличим. И, чтобы не на холодной сковороде. Ух ты! Да. Таким вот способом, да. Давай, ты их немножко перемешал. Да. И мы сразу же добавляем туда ветчину. Ветчину. Пошла. Да. Мы должны обжарить, ну, так, не очень долго. До румяной такой корочки. Есть, да. А вот, кстати, Саша дает нам лопатку, чтобы перемешать. Кто первый за лопаткой? Я. Спасибо. И мы что делаем? Я думаю, ты можешь уже выложить цыпленка. Цыпленочек наш, дорогой. Мы его должны выложить на блюдо. Угу. Ух ты! А вот этот соус, он не поливается сверху на... Точно. Вот этот соус? Вот этот соус. Это же самый, да. Это то, что нам... Вот. Все. Смотрите, какая курочка у нас получилась. Ты чем-то будешь его гарнировать? Мне кажется, для красоты. Просто для красоты, потому что это блюдо как бы самостоятельное. Его можно просто с хлебушком... И зеленый горошек. Еще один советский дефицит. Да? Да. Все дефициты сегодня у нас на столе. И у нас уже завершается здесь. Немножечко даже горит. Нет, нет, ничего не горит. Нет, ай! Да, да, да. Больно? Горячо. Горячо? Аккуратно. Подай мне, пожалуйста, муку. Муку. Угу. Вот чего не было дефицитов, так это мука. Может, немножко припорошить? Чуть-чуть, да? Грибы, да, чтобы связать это все. О, замечательно, спасибо. Подскажешь, может, еще нужно? Нет, нет, достаточно. И сливки. Сливки полный стакан надо вливать? Да. Да, 200 миллилитров. Да, 200 миллилитров. Можно еще. Еще муки? Нет, нет, муки достаточно. Я хочу посыпать соль. Перчик будешь? Перчик можно. Да. Спасибо. Специи нужны? Нет. Нет. Мне кажется, что специи крадут вкус грибов. Не знаю, вот как-то. Как бы у нас уже почти Новый год. Почти-почти, да, 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 остался совсем. Пора открывать шампанское. Подожди, подожди. Нам же нужно еще запечь. Запечь? Да. А, да. Да, жульен же. Жульен же запечный. Конечно, мы же посыпаем. Оказывается, ты его не просто так? Нет, нет, нет. А где у нас кукотницы? Кукотницы? Кукотницы для жульена. Да. Как раз, как будто бы специально для них. Угу. Сыр – это одно из необходимых. Жульен без сыра, как и без грибов, не жульен. Это, наверное. Он запечется, да? Как только сыр запекся, он уже готов. И в духовой шкаф. Угу. Открываем. И начинается необыкновенный процесс жульена производства. Приготовление, да. А пока жульен допекается, в смысле запекается, извините, я нарежу нашу сладкую колбаску. Сладкая колбаска. Я забыл совсем про нее. Оказывается, она уже у нас готова. Лакомство из детства. Лаковство из детства. Смотрите. Это все делается очень просто. Простым. Да. Теперь уже экономить не надо. Раз. Почему? Копченая сыровяленая колбаса. Вот видишь? Какая она. Жирком. Ты такими жирными кусками так резали в богатых семьях. Попробуй ее тоньше порезать. Давай я тебе помогу. Да. Это было бы суперски. Это потому что... Ох, не женское это дело колбасу строгать. Потоньше надо, не толсто. Раз. Чтобы с рукой остаться. Это такая хорошая сухая колбаска. А мне больше она на кровянку. На кровянку? Может быть, да. Красиво. Празднично. Празднично. По-новогоднему. Приготовлено любовью. По-домашнему. По-домашнему. Раскожим красиво. И все. Да. Я еще возьму немножко ягод. И пока никто не видит. Ты украдешь, что ли, один кусочек? Ну, сейчас я увидел все равно. Стас, о. Стас у нас в патологических числе, он сам сказал. Будешь молчать. И куда уж без моей любимой мяты. Ну как? Вкусно. Настоящее сало. Настоящее мясо? Мясо. Все. Все, наше блюдо почти готово. Почти готово. Осталось дело за жульеном. Стермируем. Ну что, готово? Ну, еще, наверное, минутки две. Минутки две. Тогда я пока не... Выложу лечо, да? Выложу лечо. Оп. Я вот уже, смотри, наготове. Уже, уже наготове. Понимаем. Выглядит очень красиво. Это шикарный гарнир для нашей... Курцы? Для нашего цыпленка табака. Настоящий Новый год. Вот, еще не готов салат оливье, еще не готова шуба. Еще не открыто шампанское. Еще не открыто шампанское. Тебя тоже родители? И даже Леонида Ильича еще не обратился к народу. Мы ждем дорогого Леонида Ильича. Все. Ну, а пока Жульен у нас... Посмотри, Жульен, уже, наверное, готов. Нетерпеливый. Ну, еще минутка совсем. Опа, иди, смотри, шампанское. Саша на работе, он не пьет. А-а. Но мы-то не на работе. Я немножко отойду. Я не буду стрелять, я сделаю потихонечку. Смотри. Все. Хотя надо было бы вену. С помпой. И так вот сделать. И тогда бы Саша тоже угостился. Вольно-невольно. Это же дефицит, да. Шампанское. Ужасный дефицит. Я бы сказал, что шампанское – это прекрасный дефицит. О, вот это. О, но все-таки оно получилось. Как говорится, себе всегда больше. Ну, а как же? Нет, ты знаешь, посмотри. Класс, алмар. Жульен, посмотрите, как он подзолотился. Вперед, душа поет. Скоро-скоро Новый год. Скоро-скоро Новый год. Посмотри, пузырится. Пузырится. Саша, подойди, покажи всем. Пускай посмотрят. И, может быть, захотят приготовить то же самое. Я уверена, что захотят. Мандаринки, апельсинки свежие. Готово все. Ребята. Чтобы приготовить цыпленка-топака, мы взяли одного цыпленка весом 900 грамм, разрезали вдоль погрудки, развернули, положили на разделочную доску, хорошо отбили, натерли чесноком, солью и перцем. Положили на хорошо разогретую сковороду со сливочным маслом сверху цыпленка, положили груз и обжарили с двух сторон до готовности. Соус мы готовили так. По одному пучку кинзы и базилика мелко порубили, чеснок пропустили через пресс, все смешали с кетчупом, добавили аджику и подали к цыпленку. Плечо. Сначала мы нарезали 750 грамм лука полукольцами, 1,5 килограмма сладкого перца нарезали соломкой, сложили в кастрюлю, добавили 1 столовую ложку соли, 100 грамм сахара, 100 мл растительного масла и литр добатного сока. Кастрюлю поставили на огонь, овощи довели до кипения и готовили при закрытой крышке 20 минут. А за минуту до готовности блюда добавили 2 столовые ложки уксуса. Необыкновенно вкусную сладкую колбаску мы приготовили очень просто. Перемололи 500 грамм печенья в крупную крошку, в сотейнике растопили 250 грамм сливочного масла, добавили 1 банку сгущенного молока и 2 столовые ложки какао и как следует все размешали. Полученную шоколадную массу соединили с крошкой, положили в пакет и отправили в морозилку на 5-6 часов. Вшулен с ветчиной. Сначала нарезали 200 грамм свежих грибов, 60 грамм ветчины и обжарили на растительном масле почти до готовности. Посыпали 2 столовые ложками луки, перемешали и влили стакан жирных сливок. Разложили грибы с ветчиной по кокотницам, щедро засыпали сыром и отправили в разогретую духовку на 3-5 минут. А все рецепты сегодняшних блюд вы сможете прочитать в газете ТВ Рус и в журнале «Домашний ресторан». А также на сайте Кулинар24.de. Друзья, мы приготовили для вас сегодня замечательный новогодний праздничный ужин. Цыпленок, табака, соус, цыпленку, лечо, жульен и шоколадная колбаска. Вот такой вот привет из 80-х. Желаю вам мудрости и богатства в наступающем году. А я вам хочу пожелать такой легкой жизни, как суфле, такой изысканной жизни, как тирамису и такой успешной жизни, как торт «Наполеон». С Новым годом! С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова